В зависимости от того, как долго и сколько менструальных циклов проходит до самой стимуляции овуляции, могут быть длинные, короткие, сверхдлинные, сверхкороткие протоколы. И выбором этого протокола занимается исключительно врач-репродуктолог и выбирается он в зависимости от активности яичников, их фолликулярного резерва, от возраста пациентки и результатов предшествующего лечения. Значит, видите, да? То есть это может быть стимуляция в этом менструальном цикле, а может быть стимуляция через три менструальных цикла, три месяца использования агонистов гонадотропинов. То есть каждый конкретный случай – это индивидуальный случай и подбирается репродуктологам. Ну и в зависимости, конечно, от использования этих протоколов, препараты тоже также дорогостоящие, поэтому стоимость очень сильно варьирует у этих схем лечения. Значит, обязательно при стимуляции овуляции контроль за фолликулогенезом. Вроде вот всю анимацию убирала, а все равно она почему-то сохранена. Значит, ультразвуковой мониторинг обязателен. Доминантным фолликулом мы назовем фолликулу 18 миллиметров и более. И на каждый такой фолликул должен приходиться 150 пикограмм на миллилитр. 150 пикограмм. Значит, если их три, умножаем на три. Вот в таких вариантах принимается решение об введении амбуляторной дозы. При этом очень важно, чтобы толщина эндометрии была соответствующей не меньше 8 миллиметров, потому что иначе, если эта толщина будет меньше, эндометрий не очень готов к оплодотворению, к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Вот этот фолликулогенез – это очень-очень важный момент. Значит, золотым стандартом авариальной стимуляции является стимуляция, при которой имеется один ответ монофолликулярный и созревает один фолликул. То есть репродуктологам не нужно 10-20 фолликулов. Им нужен один фолликул, но очень хорошего качества. Очень хорошего качества для того, чтобы он имел возможность и оплодотворяться, и имплантироваться. А у Кристины фамилия есть? Сейчас, секундочку, простите, пожалуйста. Значит, Кристина, обозначенная как Кристина, напишите, пожалуйста, свою фамилию. Итак, вот таким образом выглядит эмбрион на второй день, это на третий день, вот как раз третий-четвертый день, 7-8 бластомеров. Это эмбрион, который годится для имплантации. Значит, теперь что касается искусственной инсеминации спермы мужа или спермой донора. Возможно введение спермы как во влагалище, так и в канал шейки матки, ну и непосредственно в полость матки, в зависимости от того, какие мы преследуем цели. Значит, условиями наступления беременности при искусственной инсеминации должна быть обязательно проходимость маточных труб, но вы понимаете, да, это мы фактически просто за сперматозоид выполняем функцию попадания в полость матки, а дальше он должен двигаться уже самостоятельно. При этом, конечно же, спермограмма должна быть крайне фертильна, концентрация сперматозоидов должна составлять не менее 10 миллионов сперматозоидов на 1 миллилитр, у них должна быть высокая активность не менее 25% и хорошая морфология. Иначе, конечно же, необходимо уже использовать программу ЭКО. И данный метод используется только у молодых пациенток. Старше 35 лет искусственная инсеминация не используется. Это так просто уже игры. Показанием для искусственной инсеминации является как раз та самая плохая спермограмма. Это мужской фактор бесплодия, это может быть эректильная дисфункция в семейной паре, это пороки развития половых органов мужчины, это вагинизм, есть такая болезнь, лечат ее психологи. Это цервикальный фактор бесплодия, когда иммунологические клетки не позволяют проникнуть чужеродным сперматозоидам. И в том случае, когда инсеминация осуществляется, крилконсервированный сперма мужа. Но в жизни бывают разные абсолютно ситуации, поэтому и такие варианты тоже используются. Еще одна технология вспомогательная и репродуктивная, это донация ацитов. При этом донорскую яйцеклетку забирают у здоровой женщины, оплодотворяют либо спермой мужа, либо спермой донора и переносят в полость бесплодной женщины. И уже имеются женщины, которые профессионально являются донорами яйцеклеток. У нас была одна пациентка с синдромом гиперстимуляции, которая зарабатывает себе на жизнь исключительно в стимуляции овуляции и продаже своих яйцеклеток. Значит, вот это донация ацитов. Показанием для донации ацита является дисгенезия гонат, синдром истощения, синдром резистентных яичников, поставаректомический синдром. Это все такие самые ситуации, когда наступило уже естественное или преждевременное истощение яичников, и в яичниках нет авариального запаса, откуда можно было бы добыть ацит. Это и в том числе естественная менопауза. Поэтому пациентки в менопаузе, ну пусть нам, конечно, с больших экранов не рассказывают. Мы-то очень хорошо понимаем, что только донорский ацит, донация ацита, возможно, в данном конкретном случае. Ну и в том случае, если возможна передача потомства генетической патологии. Это вот те самые гемофилии, например, болезнь царской семьи. Вот в данном случае, конечно, необходимо пользоваться донацией ацита, если решается вопрос о деторождении. И неудачные попытки ЭКО ранее, если это связано, конечно, с качеством самого ацита. Суррогатное материнство – еще одна вспомогательная технология, которая сейчас широко распространена, уже клиник суррогатных матерей очень много. К сожалению, в нашей стране не очень пока регламентированы взаимоотношения самой семейной пары и суррогатной матери. И имеются случаи, когда семейная пара не забирает ребенка. И также обратная история, когда суррогатная мать не отдает генетического ребенка своим биологическим родителям. И тот, и тот вариант возможен. Для суррогатного материнства годятся женщины до 35 лет со своими собственными детьми, с наличием физического и психического здоровья, которые не имеют противопоказаний к вынашиванию беременности. Как правило, суррогатная мать ищется среди знакомых, друзей, родственников. И таким образом у них договорные свои собственные взаимоотношения. Очень часто эти пары на обследование ходят как раз все вместе. Их очень хорошо видно. Семейная пара и суррогатная мать. Втроем они посещают женскую консультацию, перинатальные центры. Значит, вот это вот суррогатное материнство. Криоконсервация эмбрионов. Предполагает и криоконсервация сперматозоидов. Значит, и в том, и в другом случае, опять же, в каждом конкретном случае выбираются вот такие вспомогательные технологии. Криоконсервация эмбрионов тогда, когда уже добыто больше эмбрионов, чем положено для переноса, и можно использовать в каком-то отсроченном периоде времени. За вот это, значит, содержание у криоконсервированных эмбрионов не входит в квотирование. Поэтому вот эту технологию нужно оплачивать из собственного кармана. То есть в зависимости от того, сколько вы хотите сохранить криоконсервированные эмбрионы, необходимо оплачивать их содержание. Собственно, как и криоконсервацию сперматозоидов. Вот очень полезная технология предимплазационная диагностика наследственных болезней. Была она разработана для выявления эмбрионов с генными хромосомными аномалиями. К сожалению, в последнее время все чаще используется для определения пола ребенка. Выполняется она на трехдневных эмбрионах при 400-кратном увеличении. Забирается вот таким образом один бластомер. Мы видели, да, как это выглядит, как он выглядит в трехдневном сроке. И дальше этот бластомер подвергается исследованию для того, чтобы выявить генетические аномалии и вообще состояние самого эмбриона, годится ли он для переноски. Еще одна технология – это хэтчинг. Из последних технологий – это рассечение блестящей оболочки эмбриона перед имплантацией в матку. Проводится как раз в окно имплантации. Когда используется? А используется при неудачных предыдущих попытках ЭКО у возрастных пациенток и тогда, когда эмбриологи видят утолщенные оболочки эмбриона. То есть фактически раздевается этот эмбрион, раздевается и переносится в полость матки. Таким образом увеличивается эффективность имплантации. Значит, вот это вот как раз тот самый хэтчинг. Это что такое? Так. Технология, с которой просто должны быть ознакомлены, сейчас практически не используется, потому что переносится в основном не больше двух живых эмбрионов. Значит, редукция, это такое уменьшение количества живых эмбрионов под контролем ультразвуковой диагностики, используется с 1986 года, применяется при развитии трех и более живых эмбрионов. Еще раз оговорюсь, использовалось раньше, когда переносили больше двух эмбрионов. В настоящее время один-два эмбриона, два даже крайне редко, один эмбрион переносится и дальше под контролем гормональной терапии это все осуществляется. У вспомогательных репродуктивных технологий имеются осложнения, и эти осложнения могут быть достаточно серьезными. Вот только некоторые из них, но кроме того, что это могут быть различные аллергические реакции на препараты для стимуляции овуляции, это могут быть воспалительные процессы, потому что это все-таки инвазивные процедуры, это может быть внутривешное кровотечение при пункции яичников и забореоцита. Это очень грозное осложнение в виде синдрома гиперстимуляции яичников. Мы не изучаем этот синдром в рамках нашего цикла по гинекологии, но я вам очень рекомендую его почитать, он есть в учебнике. Ну и, конечно же, та самая внематочная беременность, которая тоже может осложнять вспомогательные репродуктивные технологии. Значит, синдром гиперстимуляции яичников, очень коротенько вам о нем скажу, это такое ядрогенное осложнение, в основе которого лежит гиперергический ответ яичников, до конца не выяснено, по какой причине стимуляция овуляции, то есть вот ведение тех самых гонадотропинов в высоких дозах вызывает вот этот неконтролируемый ответ. А заключается он в том, что происходит перераспределение жидкости из интроваскулярного пространства и накопление в сирозных полостях. То есть осматическое давление очень сильно меняется, в связи с этим реологические свойства крови меняются, электролитный дисбаланс и наступает полиорганная недостаточность. Причем перенос эмбриона в условиях синдрома гиперстимуляции значительно ухудшает его прогноз. И сейчас, конечно же, уже опытные репродуктологи при риске возникновения синдрома гиперстимуляции яичников задерживают перенос эмбриона и откладывают его на какое-то количество времени для того, чтобы не возникал этот гиперергический ответ. Размеры яичников могут увеличиваться до просто колоссальных. Мы в своей практике видели яичники, занимающие всю брюшную полость до диафрагмы. Их объем катастрофически увеличивается. Они продуцируют огромное количество стероидных гормонов. И, к сожалению, этот неконтролируемый ком может привести к летальному исходу. Причем аспирация жидкости из брюшной полости, там выраженный гидроторекс, гидроперикард, асцит, не приводит к никакому успеху. Мы только эвакуируете эту жидкость, которая представляет из себя белок. Как только тут же накапливается новое количество. Поэтому не аспирируют только в тех случаях, когда возникает уже дыхательное затруднение, диафрагма поднимается высоко за счет большого количества асцита, еще тем более гидроторекс. Вот только в этих случаях аспирирует эту жидкость. В общем, очень тяжелая патология. И, конечно, все препараты, которые разрабатываются, схемы лечения, которые разрабатываются на сегодняшний день, репродуктологи, конечно, стремятся в первую очередь снизить количество гиперстимуляций яичников. Это основная задача. В связи с этим и переносится эмбрионов гораздо меньше. И требуется гормональная поддержка несколько иного уровня. Вот советую вам это почитать. Значит, как мы ведем беременность после экстракорпорального оплодотворения? Обязательно прием гистогенов. До 16, иногда мы просим это делать, до 20 недель беременности. К сожалению, частота невынашивания без мер профилактики может достигать 30%. Если это многоотлодная беременность, то такие беременности сопровождаются угрозой выкидыша, формированием эсмикоцервикальной недостаточности, особенно у пациенток с гиперандрогенией. Это вот те самые как раз пациентки, угрожаемые эсмикоцервикальной недостаточности. Пациентарная недостаточность, преждевременные роды с рождением маловесных детей. Те самые 500-граммовые дети, которых мы сейчас выхаживаем и которые, конечно, прогностически не очень хороши в своем дальнейшем движении. Вот посмотрите результаты ВРТ на перенос эмбрионов. Ну вот, как я вам уже говорила, многие клиники докладывают и научные исследования говорят о 50% эффективности ЭКО. Эксиду 60%, ну чуть-чуть завышенные цифры. Перенос замороженных эмбрионов, реконсервированных, не более 27%. Вот это результаты вспомогательных репродуктивных технологий. Но еще раз вам скажу, что на сегодняшний день любая семейная пара с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, которых огромное количество на сегодняшний момент, может иметь тем или иным способом, может иметь детей. Вы должны об этом информировать для того, чтобы люди обращались за получением этих вспомогательных технологий. Спасибо за внимание. Слушаю ваши вопросы. Есть ли вопросы? Или вы все от моего монотонного чтения заснули? Нет, нет вопросов. Нет вопросов. Спасибо большое. Нет вопросов. Очень хорошо. Иностранные студенты, напишите, пожалуйста, в чате свои фамилии. Очень быстро и энергично. Так, а российский... Это вопрос по поводу методов диагностики. Вот есть такой метод, ультразвуковая гистеросальпингоскопия. Так. Там какие-либо контрастные дополнительные вещества используются, чтобы лучше визуализировать? Нет, не используется. Используется обычный физиологический раствор. Он визуализируется как анехогенная жидкость. И на фоне маточных труб он хорошо видно. Но гистеросальпингоскопия оценивается по косвенным признакам. По сбросу жидкости позади маточное пространство. То есть вот сейчас мы смотрим до исследования. Жидкости нет. Дальше вводим в цервикальный канал. Жидкость появилась. К сожалению, мы не всегда можем оценить, какая обе или только одна маточная труба проходима. Потому что если жидкость попала, мы уже предполагаем, что трубы проходимы. А как это является на самом деле, сложно сказать. Наиболее эффективным методом определения проходимости, конечно, является лапарскопия хромосальпингоскопия. Понял, спасибо. Еще есть вопросы? Слушаю вопросы ваши. Нет вопросов? Нет вопросов, да? Ну, хорошо. Так, прекрасно. Тогда...